164 тысячи тонн отходов всех категорий образовались в Ненинском округе за 2015 год. То есть каждый житель отправил на свалку порядка 4 тонн мусора. Такие ужасающие цифры сообщил Департамент природных ресурсов и агропромышленного комплекса. Впрочем, первые шаги в борьбе с мусором окружные власти уже сделали. В регионе разработана территориальная схема обращения с отходами наперед до 2030 года. Как борьба с отходами повернет вспять мусорные реки, узнала Любовь Пермякова. На окружных свалках ежегодно скапливается десятки тысяч тонн бытовых отходов. Разлагаясь, они загрязняют воздух, почву, подземные воды и превращаются таким образом в серьезную опасность для окружающей среды и человека. Вот почему героями дня становятся эффективные и безотходные, а главное – экологически чистые технологии промышленной переработки отходов. Разработанная схема позволит по-новому организовать процесс обращения с отходами, покончить с несанкционированными свалками вокруг населенных пунктов и сформировать культуру обращения с мусором. Это достаточно сухой документ, содержащий информацию, скажем, о существующем положении на территории отдельно взятого субъекта в области обращения с отходами. Схема описывает существующие источники образования отходов, пути переработки этих отходов, способы переработки этих отходов. И схема, в том числе, по крайней мере наша схема, она содержит предложение перспективного развития системы обращения с отходами. Разработка схемы – один из ключевых этапов комплексного плана работы по решению вопросов в области обращения с отходами в Заполярном регионе. Следующий шаг – выбор регионального оператора. Данную работу будет проводить Департамент строительства ЖКХ, энергетики и транспорта НАУ, в чьи полномочия входит практическая часть решения вопроса. Проект уже есть, требуется, чтобы федералы разработали ряд документов, потому что в данный конкурсной документации прописываются основные условия. Территориальная схема позволяет прописать условия, где будут размещены отходы, места накопления, логистика определенная. В части, как будет обращение с отходами и как региональный оператор должен этим заниматься, это все прописано будет в федеральных документах. Они пока в разработке, как поступят к нам. Мы вносим изменения, дополняем проект из своих документов, также обогащаем материалом конкурсную документацию, вешаем ее как на площадку, проводим конкурс. По словам Алексея Николаева, региональный оператор в Ненецком округе будет определен до конца этого года. Региональный оператор, когда мы выбираем, он уже должен не только соответствовать условиям, но и разработать инвестиционную программу, проездную программу разработать на определенное количество лет, там 5-10 лет. Там будет прописано, что он должен делать в регионе, как он будет все это вывозить, как будет наращивать инфраструктуру, как будет развивать полигон. Потому что, как вы знаете, полигон на полигон сейчас разрабатывается. Учрежденная территориальная схема обращения с отходами войдет в техническое задание конкурса. С ее помощью потенциальный региональный оператор будет иметь представление о том, с какими объемами отходов и какими объектами необходимо будет работать на территории округа.